Девушки отдыхают В Дни Великого Поста 12 марта Святая Церковь чтит память преподобного Тита, Киево-Печерского чудотворца. История его жизни очень поучительна для нас, современных христиан. Мы знаем из его жития, что он любил Бога и служил Ему с достоинством. Знаем также, что одним из его лучших друзей был дьякон Киево-Печерского монастыря Евагрий, с которым они, общаясь вместе, пребывали в дружбе и в духовной связи. Но дьявол, враг рода человеческого, пытается разделить и дружбу, и любовь, и церковь. И испокон веков, конечно, пытается помешать нам, людям, живущим на земле. Потому что само слово «дьявол» с греческого переводится «разделяющий», «разделяй и властвуй». И вот сатана умудрился поссорить этих друзей. И мы видим, что священник Тит и дьякон Евагрий перестали друг с другом общаться. Один всего лишь позавидовал другому. И эта зависть породила ненависть, которую два священнослужителя стали носить в своих сердцах. Они также продолжали служить вместе, причащаться святых христовых таинств. Но, тем не менее, злоба накапливалась в их сердцах, пока Господь не вразумил священника Тита. Он тяжело заболел. Болезнь – посещение Божие. И священник стал думать. И Господь открыл ему то, что согрешил он как раз своей ненавистью и злобой против своего брата. И Тит раскаялся. И слезно просил братьев, чтобы они пригласили к нему в келью диакона Евагрия, чтобы испросить прощение. Но диакон Евагрий настолько питал злобу к своему собрату, что не только не пришел к нему, но и со словами проклятия сказал, что никогда не простит его. И уже, когда Тит умирал, отдавал свою душу Богу, братья, видев слезные прошения пресвитера, уже насильно привели диакона Евагрия в келью к своему другу, думая, что уже умирающего друга, когда увидят, может быть и примириться с ним. И, невзирая на то, что сила его привели, он, увидев своего собрата, сказал ему, что я все равно тебя не прощу. Ни в этой жизни, ни в жизни вечной. И тут же после этих слов диакон Евагрий падает замертво, что братья монастыря даже не могли после его смерти руки сложить кистообразно на груди. Он с открытым ртом и с открытыми глазами умер. И такое было чувство, что как будто уже тело его давно находится в этом умершем состоянии. И действительно, когда человек пускает зло, гнев, раздражение в свое сердце, он духовно умирает. Потому что Господь заповедал нам через свое божественное слово – любите друг друга, прощайте друг друга. Потому что тем более в дни Великого Поста мы должны придать этому особое значение. Мы должны помнить о том, что Бог есть любовь. После того уже братья монастыря спросили Тита, который тут же после смерти Евагрия поправился, что же ты видел, потому что его взор был наполнен страха и ужаса. И Тит поведал, что он видел ангела, грозного ангела, который огненным мечом поразил Евагрия. А ему протянул руки и поднял его садра болезнь. С того времени уже мы видим, что Тит стал проповедовать братья. И говорил, более всего прошу вас, братья, имейте любовь друг с другом. И в дни, особенно в дни Великого Поста, мы с вами должны понимать, что не только мы должны по силам нести какой-то телесный пост, не только мы должны читать молитву, не только должны посещать храм и участвовать в таинствах церковных, мы должны помнить о том, что вера без дел мертва. Потому что можно быть хорошим человеком, можно быть учителем, врачом, можно и горы переставлять, но если мы и любви в своем сердце не имеем, это все будет нам только в осуждении. Потому что очень часто бывает даже люди трудятся на одном приходе, вот кого-то наградили, отметили, похвалили, а мы вместо того, чтобы порадоваться за нашего друга, мы иногда начинаем завидовать. И эта зависть, она порождает зло, порождает гнев, ненависть, обиду. А в первую очередь от этого страдаем мы с вами. Поэтому в дни Великого Поста мы с вами должны постараться заглянуть в свое сердце и увидеть, что мы все несовершенны, что мы все имеем страсти, ведь страсть, слово переводится на славянский язык, страдания. И от страстей страдаем мы в первую очередь, а во вторую очередь те люди, на которых мы проявляем гнев, раздражение, злобу, зависть, осуждение. Поэтому в дни Великого Поста мы будем стараться искоренять грехи из своего сердца. Будем стараться просить у Бога терпения, смирения. Господь в своем Божественном Слове сказал, научитесь от меня, я как роток есть и смирен сердцем, и обречите покой душам ваш. Вот только тогда мы с вами обретем покой в своей душе, когда научимся терпеть, прощать и любить. Завершая нашу сегодняшнюю программу, мы предоставляем слово про теорию Роману Лубко, который отвечает на вопросы, поступающие от вас, дорогие телезрители, в наш адрес. Рубрика о вере и жизни. Здравствуйте, уважаемые телезрители, добрый день, братья и сестры. Я вопроса сегодня коснусь парадоксального. Почему подчас нет вопросов у людей в духовной жизни? Некий каламбур такой получился сегодня. Это бывает далеко не всегда, и слава тебе Господи, это как исключение, но все-таки бывает так, что в какой-то аудитории, которую слушают священные служители или представители церкви, в конце темы основной просишь задавать вопросы. И бывает такая ситуация, что у людей вопросов-то нет, и там как-то приходится выдавливать или саму предлагать, или ведущий вечера начинает как бы разогревать аудиторию. В чем причина здесь? Слава Богу, что все-таки я еще вернусь к этому в подавляющем большинстве, не хватает времени, чтобы ответить на все вопросы. И мне, Гришному, приходилось так, проведя две пары со студентами, отвечая на вопросы, изнемогая уже просить, чтобы они меня отпустили. Это так радует, так понимаешь, что люди этим интересуются, и ты можешь чем-то помочь, и ты нужен, необходим. Конечно, всегда это приносит великое удовлетворение. А вот ситуация противоположного рода о чем не свидетельствует? Ну, можно, конечно, сказать, что вот, допустим, при беседах, которые сейчас проводятся в многих храмах катехизаторских, что люди просто отбывают время. И не очень это интересно им, собственно, по сути, но так положено. Бывает такая аудитория, которая собрана, как бы вот, некоторым проведением мероприятий, или вот установлений, которые есть. Вот, это с одной стороны, да, тоже есть такие причины. С другой стороны, просто лень элементарная. Человеку не хочется в себя глубоко заглянуть. Для этого нужно, ведь усилия, для этого нужно приложить раздумья, и это ответственно, конечно. Опять же, это всегда ответственно. Если я узнаю, с меня и просто больше. Поэтому, может быть, здесь и в этом смысле есть объяснение. Оно, конечно, далеко от удовлетворительного, но, тем не менее, логику-то где-то понимаешь. Опять же, в наше время, когда информационный бум, столько сейчас всего доступно человеку и в книгах, и в интернете, и в средствах СМИ, что люди довольствуются просто иногда или просто перелистыванием, чтением заголовков, или вот тезисное, когда там буквально выжато до минимума. Ладно, когда это касается новостей, а когда это касается каких-то знаний, культурных знаний, книги сейчас сжимают до какого-то минимума для студентов, для учеников, это все как-то чревато тем, что вот все вот так вот поверхностно не коснется души и не принесет пользы. Однако, конечно, нужно сказать, что есть причина, как мне кажется, еще не изжитая, а она постепенно изживается. Какий некий стереотип поведения, что священник находится нам в воне, некая такая священная, неприкасаемая персона, я уж не говорю про епископа, потому что вообще там где-то заоблачная какая-то личность получается в логике людей, что с ним поговорить, просто подойти, сказать что-то, как человек даже не знает, просто даже как обратиться. Святой отец ли, или там батюшка, вот эти проблемы в постоянной фрагме. Вот, и поспрашивают кого угодно, только не священникам. Приходится это наблюдать, вот, но это постепенно изживается, дай Бог, общими, совместными усилиями священников и мирян это пройдет. Есть еще одна причина, она нередко встречается, мне люди наедине потом говорят, когда аудитория расходится, что я бы задал вам или задала вам этот вопрос, но боюсь показаться невежественной, вот, незнайкой такой вот, то есть некий комплекс неполноценности, боясь показаться невежей в духовном смысле, и человек, ну, то, что называется, просто молчит в подполье, в таком находясь, вот, ну, как же, если мы не будем с этими комплексами бороться, как выйти из этого состояния, как же познать, если мы не будем прилагать усилия, как услышать ответ, если мы не будем задавать вопросы, что же бояться, что есть в аудитории, может, люди более знающие уже и эту тему, которую постигли, может быть, в целом досконально, а ведь всегда для нас повторение духовных знаний, культурных знаний, просто знаний добрых, оно полезно, ведь, чтобы освежить, чтобы увидеть, казалось бы, простой вопрос, но под другим углом зрения, когда другой человек может для нас полезно открыть то, что для нас было не так очевидно в этот раз. но я нисколько не снимаю, конечно, ответственности лично с себя и думаю, другие люди, которые доносят до аудитории Ли или до определенного человека правду Божию, учение Спасителя, веру Церкви, они снимают ответственности, потому что подчас это, я бы сказал, часто ты винишь, должен винить себя, ты не смог достучаться, ты не смог быть всем для всех, как апостол Павел, ты не смог показать в себе, в своих словах, я не говорю там внешне видя, в словах, в глазах своих, показать степень веры, твоей убежденности, правды, которая могла бы передаться другому человеку. Поэтому, конечно, нужно всегда, говоря кому-либо, помнить о том, что столько слова, только лишь выкладки какие-то теоретические, они мало имеют значения, когда ты этим не живешь, не горишь. Почему? Дай ты нам, Господи, вместе с вами постигать доброе, святое, правду, красоту Божию, любознательно к этому относиться по всему, ну и в доверии друг к другу, конечно. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова